Волгограде 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 Волгоград никогда не принимал столько много соревнований имеющих всероссийский масштаб Выбрали проводить в Волгоградском регионе Для нас это очень важно Это популяризация для нашего региона Это опыт опять Опыт организации соревнований Опыт приема Опыт наших спортсменов За схватками наблюдало большое количество почетных гостей Для участия в финале спортсменам пришлось пройти через серьезное фито отбора В итоге 200 лучших дзюдоистов состязались в Волгограде Сама же Динамовская лига по дзюдо была создана в 2022 году Соревнования набирают все большие обороты В финале спортсмены продемонстрировали всю красоту такого замечательного вида спорта, как дзюдо Броски, удушающие, множество других приемов Все это увидели зрители на трибунах На домашнем турнире отлично себя проявили волгоградские спортсмены Перед этим соревнованием мы много тренировались, чтобы достичь таких успехов Соперники сами к себе были очень сильные То есть пришлось прям попотеть Удушающие То есть я его не особо делала Но сегодня прям понравилось Буду и дальше тренироваться, делать все лучше и лучше Триумфатором турнира стала и выпускница Ленинской Дюш Член сборной России по дзюдо до 18 лет Анастасия Антонова За успехами своей дочери наблюдала ее мать Лариса Антонова Которая заложила основы будущих успехов перспективной спортсменки Мои дети Антонов Матвей стал победителем в категории 73 кг И Анастасия Антонова также стала в категории 70 кг Звела первое место И наш ученик, тоже выпускник Наши ленинские ленинградные спортивные школы Шапаев Артем Сегодня стал серебряным призером Гордец, безусловно Видите, даже голос сорваный Всегда кричала, секундировала Радуют, радуют дети По словам организаторов соревнований Юные участники турнира Важнейший резерв российского дзюдо По результатам состязаний Многие борцы выполнили норматив кандидата Мастера спорта под дзюдо Игорь Ичмев, Мария Шабанова Телеканал «Олгоград-1»